Слава нашему Богу, братья и сестры! Сегодня у нас, по милости Божьей, мы имеем это служение, и мы должны благодарить Бога, что Бог дал нам еще это время. Как мы уже слышали в начале, что мы по милости Божьей на этом месте. Написано, что мы по милости Божьей им живем, движемся и существуем. Пели мы этот псалом тоже, что Иисус есть моя победа, да? Иисус есть победа наша. И сегодня много было сказано с самого начала, Руслан тоже говорил, именно о тех людях, которые побеждали, именно об Аврааме, о других людях, обе вспоминали братья, о том, что они надеялись на Бога, они побеждали, они надеялись на Господа. И сегодня у меня тоже мы не договаривались, и я смотрю, почему-то Дух Святой направляет именно нас на это размышление о том, как мы в нашей жизни побеждаем или не побеждаем. И одно место, где апостол Павел пишет, это Римлянам 12 глава, это очень знакомое для всех нас место, много раз мы читаем это место. Здесь апостол Павел очень много дает наставления церкви, очень много. Начиная с начала главы, говорит, итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую и святую, благоугодную Богу для разумного служения. Не сообразуйтесь веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. И эта глава очень, очень насыщенная. Каждый стих, который апостол Павел здесь записал, он имеет очень глубокий смысл. И здесь он много говорил, говорит, что любовь да будет непритворна, чтобы она была непритворна. Будьте братолюбивы, с нежностью, утешайтесь надеждой, в нуждах святых принимайте участие, благословляйте, радуйтесь с радующими, плачьте с плачущими. И здесь очень много, и вот самый последний стих, на который я хотел бы обратить наше внимание, здесь говорится, что не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Не будь побежден злом. Короткий стих. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Знаете, в мире зла очень много, очень много зла. И знаете, те люди, которые занимаются злом, почему-то их возвышают, возвышают. Я как-то смотрел, на новостях написано, что в этом году признали Путина самым влиятельным человеком в мире. Этого человека, который столько душ уничтожил, сколько людей погибло. И этот человек считается в мире самым влиятельным человеком. Почему? Потому что это мир зла. Это есть царство дьявола. Это есть царство дьявола. Он, видать, исполнил волю дьявола, Бога своего. И его посчитали самым влиятельным человеком в мире. И знаете, это место, где апостол Павел пишет, что не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Я думаю, что каждый из нас, он хотел бы побеждать, да? Мы хотели бы побеждать. Побеждать, быть победителем. И мы не хотим, чтобы нас побеждали, чтобы быть побежденными. Хотелось бы быть победителем. И Иисус Христос говорит, я хотел бы зачитать это место. Это очень прекрасное место в Откровении 21 главы. Здесь написано, Иоанн пишет, И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежде небо и прежняя земля миновала, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога, как... исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот, скинь я Бога с человеком, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрёт Бог всякую слезу с глаз их, и смерти не будет уже, ни плаща, ни вопля, ни болезни уже не будет. Это не надо будет побеждать. Там, на небе, уже не будет, ибо прежнее прошло. Прежнее прошло. Братья и сёстры, я думаю, что каждый из нас здесь, на земле, встречается с трудностями, с болезнями, всякими проблемами в жизни нашей. И здесь написано, что в новом небе этого не будет. Это уже не будет. Ни болезней, ни плачей не будет. Ибо прежнее прошло. И сказал, сидящий на престоле, вот, творю всё новое. И говорит мне, напиши, ибо слова эти истинны и верны. И сказал мне, совершилось я и с алфа и омега, начало и конец. «Жаждущему дам даром от источника воды живой». И следующий стих говорит, «Побеждающий наследует всё, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Братья и сёстры, вот это то всё, что показал Иисус Христос, показал Иоанну, вот это всё прекрасное, то, что Он приготовил для нас. Он говорит, что побеждающий, вот это наследует. Побеждающий, не тот, который побеждённый, злом. Написано, не будь побеждён злом, но побеждай зло добром. Говорит, побеждающий только наследует это всё. А дальше, очень страшное для тех, которые не победили. Написано, боязливых же, неверных, скверных убийц, любодеев, чародеев, идолослужителей и всех лжецов, участь в озере, горящим огнём, и серую эту смерть. Вторая. Братья и сёстры, я думаю, никто из нас не желал бы оказаться вне, именно с теми, которые стали испобеждённые, те, которые не смогли победить. И хочу напомнить, тоже прочитайте место, которое написано Матфея. Это 11 глава, три последних стишка. «Придите ко мне все труждающиеся и обременённые, и я успокою вас. Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смелен сердцем, и найдёте покой душам вашим». Здесь Иисус Христос говорит, «Придите ко мне и научитесь от меня, как побеждать. Научитесь от меня, как правильно побеждать. Говорит, «Ибо я победил». Написано в Откровении, когда Он пишет семи церквям, «Я, говорит, победил и сел с Отцом моим на престоле, и говорит, тот, который победит, он сядет со мною на престоле моём. Именно те, которые побеждают». И здесь Он говорит, «Придите ко мне и научитесь от меня». Сегодня брат Женя читал Иоанна 1 глава, и там написано, что Иисус Христос, Он был тот, через которого всё было сотворено. Без Него ничего начало быть, что начало быть. Это Тот, Который был Творец Вселенной. Это Тот, Который вездесущий, сильный Бог. Это Тот, Который всё совершил. И написано, что «Я кроток и смирен сердцем». Научитесь от Меня. Научитесь, как побеждать. Иисус Христос пришёл в этот мир, чтобы победить. Несмотря на то, что Он сотворил этот весь мир, и человек упал, человечество упало, Он оставил всё то, оставил своё звание, оставил своё положение, пришёл в этот мир. Написано, никто Его не смирял. Он сам себя смирил. В Его природе Он есть смирен сердцем. Говорит, «Я смирен сердцем, я кроток, и смирен сердцем». И Он смог победить, братья и сёстры, Иисус Христос смог победить смерть. Он смог победить ад. Он смог победить врага, дух человеческого. И потом Он говорит, что «да нам не всякая власть на небе и на земле, и под землёю везде дана всякая власть». Говорит, «Я имею ключи ада и смерти». Почему? «Я победил». «Я победил». Братья и сёстры, как же нам побеждать в нашей жизни? Как же нам побеждать, чтобы оказаться победителями, наследниками вот этой жизни вечной. Руслан читал о том, о вечной жизни. Говорит, когда наш дом, хижина наша, разрушится, нас ожидает дом на небесах, нерукотворённый, вечный. Готовы ли мы туда, в этот небесный дом, который Он сотворил, для нас приготовил, для того, чтобы быть там, нам нужно побеждать. Нам нужно быть победителями. Нужно побеждать. И это есть самая большая победа, написано, когда мы сможем победить себя. Знаете, очень много есть примеров, примеров в Слове Божьем, которые показывают нам именно тех людей, которые побеждали. Побеждали. В Старом Завете, когда мы говорим о победе, о побеждающих, сразу мы вспоминаем кого? Давида вспоминаем, который победил Голиафа. Мы вспоминаем кого? Самсона, был сильный человек, взял эти ворота до города, на плечи, вынес их на гору, поставил. Ослиную челюсть в руку взял и тысячу человек победил. Очень много он побеждал. Это эти примеры, которые поставлены в Священном Писании. Мы смотрим на Даниила, находился в плену. И много ему предлагали, много ему обещали. Он был там, в предворецарском. И написано, что он победил. Под угрозой смерти бросили его в этот львиный ров. И он остался победителем, он остался живым. Почему? Он возлагал надежду свою на Бога. Он надеялся на Бога, уповал на Бога и остался живым. в Сидрах, Месахе, Авдинаго, которым пришлось стоять перед выбором. Перед выбором или жизнь, или смерть. Многие братья рассказывали, что они были приговорены к смерти. И были стояли перед выбором. Или же ты откажешься и будешь жив, или мы тебя сегодня расстреляем. Очень многие стояли перед таким выбором. Или же ты будешь делать то, что мы скажем, будешь иметь возможность шутиться, будешь иметь хорошую работу, будешь уважаемый, или же ты будешь последним человеком. Они стояли перед выбором в свое время. Они стояли перед выбором или победить, остаться победителем, или остаться побежденным. Братья и сестры, многие побеждали. Многие побеждали, а некоторые не побеждали. Некоторые оставались побежденными. Братья и сестры, я хотел бы себе задать сегодня вопрос. Смогу ли я, способен ли я сегодня победить, побеждать, если я буду стоять перед выбором? Если я буду стоять перед этим выбором, когда мне нужно было сказать да или нет, могу ли я сегодня сделать этот правильный выбор и остаться победителем? Сегодня молодым очень много искушений. Сегодня для молодых людей очень много искушений. Очень много сегодня нас привлекает и прельщает этот мир. Очень много показывает. Очень важно, чтобы мы могли сказать нет там, где нужно сказать нет. И сказать да там, где мы должны сказать да. В чем-то, может быть, отказать себе победить свои возжеления, победить свои похоти, победить свои желания. Когда ты стоишь перед телевизором, победить себя и не включить его. И не идти туда, где, может быть, не принесет тебе пользы, а разрушит твою душу, разрушит твое состояние и отношение с Богом. И ты должен победить, сказать нет. Нет, в этом есть победа, братья и сестры. Мы вспоминаем, тоже сегодня вспоминал, брат Женя читал об этом муже Иове. Читая эту историю, мы знаем, чем закончилась эта история с Иовом. Написано, что она закончилась хорошо, да. Последние дни Иова были очень хорошие. Но представьте, Иова, который сидит, может быть, у ворот дома. И в него все хорошо. Все хорошо. Он знает дети. Его находятся у первородного старшего сына. Они там между собой имеют эту парю. Они празднуют, отмечают день рождения. И Иов сидит и видит, бегит человек. И говорит, что там волы паслись. И ослы паслись. И напали люди, напали эти. И забрали, побили слух, забрали все. Говорит один, я спасся, чтобы тебе сказать. И не успел он еще договорить, торопит. И говорит, что расположились эти халдеи станом. Напали на верблюдов, забрали все. Служащих убили. Не успел он договорить, бегит третий. Говорит, овцы паслись. Огонь с неба спал и все попалил. Ничего не осталось. Говорит, и отроков уничтожил. Один я остался. И что не успел он договорить, четвертый бегит. И говорит, беда большая случилась, Иов. Ветер откуда-то взялся. Схватил этот дом, разрушил. Все, все разрушено. Дети твои все погибли. И я один остался. И что Иов сказал? Написано, он встал. Раздрал одежды свои. И сказал, нагде родился, и нагде возвращусь. Да будет Господне имя благословенно. Вот это победа. Братья и сестры, знал ли Иов в то время, что впоследствии все будет хорошо? Что Бог все восстановит? Знал ли он? Нет, он не знал. Он имел упование на Бога. Он знал, что Бог жив. Что Бог жив. Это не все. Проходит короткое время. Мы не знаем, сколько времени прошло. Иов не знал, что происходило в духовном мире. И он видит, смотрит на себя. Проказа покрыло его лицо. А Иов достаточно был мудрым. Он знал, чем это кончается. Он знал, что эта болезнь ведет к смерти. Он знал, чем это кончается. Он берет, садится в пепел, черепицу и начинает себя скрипти. И мало того, приходят друзья его и говорят ему, Иов, тебе еще мало, Бог дал. Тебе нужно в два раза больше за твои дела. Это было испытание, которое посигло этого мужа. И что этот муж сделал? Знаете, он не возроптал. Это Тио, в 19 главе, 25 стих. Прочитайте, что он сказал. После всего того, что это случилось с ним, с этим человеком, когда он все это перенес в своей жизни, он сказал такие слова, «А я знаю, искупитель мой жив и в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою эту и я узрю его сам. Мои глаза, не глаза другого увидят его». Слава Богу, за таких людей. Братья и сестры, вот это та победа, которую Иов смог победить. Эти все обстоятельства, которые случились в его жизни, он не возроптал. очень часто в нашей жизни случаются всякие обстоятельства и мы не знаем, почему это происходит. Вчера брат один сказал мне за одного служителя, который находится в Джексанвилле, я думаю, вы его знаете, пастор церкви, и теперь он при смерти. Этот служитель, мы задаем вопрос, Господи, почему, брат Виталик Бондаренко, почему это происходит? Это тот, который служил Богу, который ездил на миссии, который делал дело для Бога. Господи, почему это происходит в нашей жизни? Почему это происходит с твоими служителями? Почему? Теряется знание, белокровие, гемоглобин падает до нуля. Почему это происходит? Господи, это Твой служитель. Сколько в жизни служителей происходит таких трагедий, братья и сестры? Мы знаем, сколько больших семей, вроде бы, Господи, зачем это все происходит? Большая семья, муж умирает, или жена умирает, остаются дети. Господи, почему это происходит, мы не знаем. Но блаженны мы, когда мы побеждаем эти обстоятельства. На похороне одного брата, диакона церкви, его хоронили, тоже очень короткое время, он сильно заболел, и в этой болезни пришел к своему концу, умер, и на похороне один из братьев говорит, этот брат был сильный, он победил, он оказался победителем, а что же он победил? Он не возроптал, он не возроптал, он прошел вот это все, что ему пришлось перенести с надеждой на Бога. Он прошел, и все это перенес, и остался победителем. Он не возроптал на Бога, как Иов, он не сказал Богу, «Господи, ты несправедлив!» Жена ему сказала, «Похури Бога и умри!» И если бы это он сделал, он остался бы побежденным, но он этого не сделал. Братья и сестры, очень много тех, которые побеждали, которые побеждали в жизни, и сегодня очень важно, чтобы мы в жизни побеждали. Я читал этот стих, который апостол Павел в жизни говорит, «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Не будь побежден злом. В жизни очень часто мы встречаемся со злом. Очень часто в нашей жизни приходит зло в нашу жизнь. Всякие обстоятельства. Бывает что-то непредвиденное, какие-то аварии, какие-то поломки. Что-то в жизни происходит не так, как мы хотели бы. Братья и сестры, умеем ли мы побеждать? Можем ли мы побеждать? Иисус Христос говорит, «Придите ко мне, научитесь у меня побеждать. Научитесь побеждать. Я кроток и смирен сердцем. Я победил, и я сел с отцом моим на престоле». Братья и сестры, я хотел бы еще один пример привести. Вы знаете, такого мужа Еремию. Пророк Еремия. Когда мы читаем об этом муже, написано, что Бог говорит, «Сам Бог свидетельствует о нем». В первой главе Еремии пророка – это первая глава, четвертый стих и пятый. Когда Бог избирал этого пророка, написано, «И было ко мне Слово Господне, прежде, нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из удрубы, я освятил тебя пророком, для народа поставил тебя». Этот муж Божий, мы считаем, был великий человек, пророк Еремия. И такие слова, вроде бы приятные, прекрасные слова от Бога. Бог сам избрал этого человека. Бог освятил его, Бог определил его пророком. Пророк, в нашем понимании, это какая-то почесть, да, приглашают, все идут, все считаются с пророком. Все, вроде бы, ищут, чтобы побывать у пророка. Но, братья и сестры, когда мы читаем книгу пророка Еремии, когда мы видим, сколько этот человек перенес, сколько ему пришлось претерпеть, сколько этот пророк Божий перенес всяких трудностей, сколько ему приходилось побеждать, и я читал в начале этот стих Еремии, это плача Еремии, третья глава. Если мы читаем, здесь пророк Еремия говорит о себе, о том, о своем состоянии, о том, как тяжело было ему пророк Божий, тот, которого Бог избрал, Бог поставил, Бог его очень сильно употреблял, говорит, я буду, они будут против тебя бороться, но не превозмогут, я поставил тебя стеною, железную, и они не смогут тебя преодолеть, но смотрите, что он пишет, я человек, испытавший горе от жезла гнева его, он повел меня и вел меня во тьму, а не в свет, такое было у него время, такое он переживал состояние, этот пророк Божий, так он обратил на меня и весь день обращал руку мою, измождил плоть мою, и кожу мою сокрушил кости мои, этот пророк высказывает такую большую боль и горечь в своей жизни, посадил меня в темное место, как давно умерших, мы знаем, пророка Иеремию бросали в колодец, где он погружался по шею в болото, и находился там, пророк Божий, вроде бы Бог за ним стоит, Бог избрал его, почему произошло такое в жизни пророка, и когда я взывал, его пиял, задерживал молитву мою, вроде бы кто, пророк Божий молился, его пиял к Богу, он ни разу обращался к Богу, Бог отвечал ему, но пришло трудное время, написано, когда я его пиял, ты задерживал молитву мою, эта молитва, как вроде бы, не доходила до Бога, эта молитва, как вроде бы, где-то задерживалась, и этот пророк говорит, говорит, каменные, каменьями преградил дороги мои, извратил стези мои, он стал для меня, как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытом месте, такое состояние приходило на этого человека, Божьего пророка, говорит, извратил пути мои, растерзал меня, привел меня в ничто, натянул лук свой, и поставил меня, как бы целью для стрел, послал в почки мои стрелы из колчана своего, я стал посмещищем для всего народа моего, повседневную песнею их, это пророк Божий, это пророк Божий, это тот, которого Бог использовал, стал посмещищем для народа, стал повседневной песнею этого народа нечестивого, говорит, он проситил меня горечью, и наполнил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, и покрыл меня пеплом, и удалил мир от души моей, и забыл, я забыл благоденствие, и сказал я, это пророк Еремия, говорил, и сказал я, погибла сила моя, и надежда моя на Господа, братья и сестры, несмотря на то, что этот человек в свое время был близко с Богом, Бог говорил с ним очень четко и ясно, он слышал голос Божий, он говорит, что ты видишь? Да, ты правильно видишь, Бог имел с ним тесные отношения, но прошло время, когда пророк Еремия находился в трудностях, тяжелых обстоятельствах, когда он был в таких обстоятельствах отчаянных, он говорил, погибла надежда моя, сила моя на Бога, надежда моя погибла, и дальше он говорит, по мысли о моем страдании, о бедствии моем, о полыне и желчи, о полыне и желчи, мы знаем, что такое полынь, может быть, молодые люди не знают, что такое полынь, это такая горькая трава, которую, если даже скот, корова поест, эту горькую траву, молоко нельзя пить от нее, я думаю, старшие люди, вы подтвердите это, это очень горькая трава, горечь, что такое желчь, я думаю, все из нас с хозяйством связаны, и мы стараемся, чтобы эта желчь нигде не разошлась, потому что невозможно будет употреблять в пищу это мясо, это желчь, пророк Еремя говорит, по мысли о мне, вспомни о моей горечи и желчи, очень тяжелое было состояние этого пророка, и что? Он возроптал? Нет. И дальше тот стих, который я читал утром, перед началом служения, «И вот, что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю, вот, что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю, по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось, оно обновляется каждое утро велика верность Твоя, слава Богу!» Братья и сестры, слава Богу! Хорошо читать это место в жизни нашей, когда у нас все хорошо, когда благополучие, когда мы видим Божью милость, когда мы видим все хорошо, благословение окружает жизнь нашу, хорошо это читать, но когда человек находится в таком состоянии, как Еремия, который испытал горечь, который испытал отвержение, его отвергли, который посадили в тюрьму, посадили в эту яму, который был в безвыходном состоянии, и он произнес эти слова, говорит, «И вот, что я отвечаю сердцу моему, по милости Господа мы не исчезли, милосердие его не истощилось, оно обновляется над нами и каждое утро велика верность его, слава Богу». Братья и сестры, это великая победа, которую эти люди получали перед Богом, и мы знаем очень много таких людей, апостол Павел, уже не раз мы вспоминали, и не буду много останавливаться на этом, апостол Павел, когда Бог ему конкретно открыл видение, пристал муж македонянин и говорит, «Приди, помоги нам». И он решил, Бог призывает проповедовать Македонию, он пошел, он пошел туда, проповедовал, и что случилось? За его проповедь, за то, что он и знал этого беса, его побили палками, его изранили, и силу изранили, и бросили в темницу. Можно было сказать, «Господи, это, наверное, искушение, это, наверное, не ты говорил мне, это, наверное, что-то со мной не то, почему я это делал и попал в такую проблему». Но этот человек не возрабтал. Написано, находясь там в темнице, в этих хранах, они что делали? Они славили Бога, они в полночь прославляли Бога, восхваляли Его имя, и что? Они победили, они получили победу, страж покаялся, вся семья Его пришла к Богу, и их освободили в конце. Братья и сестры, это есть победа, это есть то, когда мы побеждаем зло, побеждаем добром, прославляем Бога, когда мы не сломились, когда мы побеждаем, это есть победа. Братья и сестры, очень много встречается в нашей жизни также всяких обстоятельств, в нашей семье, бывает в молодых семьях, бывают всякие обстоятельства в жизни, не поняли друг друга, где-то начали, может быть, жена или муж, где-то начался какой-то выяснение отношений, один на другого, начали что-то говорить, и все это происходит, какую-то ссору, бывает это в жизни или нет? Конечно, бывает, бывает, братья и сестры, написано, не побеждай, не будь побежден злом, побеждай зло добром, и если в нашей жизни один брат говорит, за одну молодую семью, говорит, жена иногда бывает, на ходе такой, она начинает на мужа что-то говорит, он выслушает, и потом говорит, ты знаешь, а я все равно тебя люблю, хотя ты так и говоришь, хотя ты все это и говоришь мне, а я все равно люблю тебя, и вы знаете, вот это победа, вот это слово, оно как-то начинает действовать, и оно все приводит в какой-то порядок, какой-то мир, какой-то любовь, все как-то успокаиваются, все приходит в порядок. Это есть победа добра над злом. Это есть победа, братья и сестры. Да поможет Бог нам, чтобы нам оставаться победителями в нашей жизни. Очень часто бывают старшие люди, вот бывает, брат один рассказывал, молодые люди засватанные, невестка пришла в дом своего жениха и, знаете, пришла не в той форме, в которую ожидала ее будущее свекров. В джинсах пришла, и вот она увидела и решила проявить строгость. Подошла к ней и говорит, чтоб ты ко мне в дом, такая больше не приходила, уходи, приведи себя в порядок, потом можешь приходить. Вроде бы правильно, да, проявила строгость, но, знаете, потом говорят ему, как, зачем же ты так строго? Она говорит, никуда она не денется, может, мой сын хороший, никуда не денется, выйди замуж. Ничего страшного не будет. Но знаете, что произошло? Она потеряла, она долгие годы, не только невестку свою, но и своего сына. Она никуда не делась, она вышла замуж. Но долгие годы, на долгие годы она ее потеряла. Ее отношения. Прошло, может быть, десятки лет, пока их отношения, когда эти молодые люди немножко духовно как бы окрепли, и когда они смогли с нею наладить какие-то отношения. Почему? Она не смогла победить. Она решила постоять на своем. Она решила, конечно, как же это зло, мы можем допустить. Мы его победим. Братья и сестры, зло злом никогда не побеждается. Никогда не побеждается. Зло можно победить только добром. Есть такая пословица, я думаю, старшие люди знают, не пословица, это в притчах написано. Это в притчах говорят, что мягкий язык переламывает кости. Да? Мягкий язык, он переламывает кости. Я думаю, тут в Америке очень строго за кости. Если мы кого-то переломаем кости, то очень тяжело. Но, знаете, против этого, что Слово Божие говорит, что чем мы должны это делать? Чем мы должны это делать? Смирением, любовью. Находить вот эти средства, которые действительно они могут поломать любую кость. Любовь. Это есть победа. Братья и сестры, Иисус Христос говорит, я еще обращаюсь к этому месту, говорит, придите ко мне, научитесь от меня побеждать. Научитесь побеждать от меня. Чем? Кротостью и смирением. Кротостью и смирением. Говорит, я кротов и смирен сердцем. Знаете, между словом смирен и смирен есть разница. Смирен это есть черта характера. А смирен это человек, которого смирили. Который должен был смириться под какими-то обстоятельствами. Смиряется, смирен, смиренный человек. Знаете, есть очень много средств, которые смиряют людей. Усмиряют, усмирительную рубашку одевают и смиряют. И так само закон, он тоже смиряет людей. Но смирен сердцем это качество характера. Христос говорит, я есть кроток и смирен сердцем. Научитесь от меня, чтобы вас не смиряли обстоятельства, но чтобы вы выработали в своем духовном человеке это качество смирения. Это есть то оружие, которое побеждает, братья и сестры. И хотелось бы, чтобы мы научились побеждать в нашей жизни. Знаете, написано притч, 24 глава, 10 стих. «Если в день бедствия ты оказался слаб, то бедна сила твоя. Если ты в день бедствия оказался слаб, то бедна сила твоя». А день бедствия приходит в нашу жизнь, день испытания, очень часто приходит, и он проверяет нашу силу, нашу духовную силу. Можем ли мы побеждать? Можем ли мы побеждать? Знаете, военные люди, которые идут на войну, они практикуются, да? Они проходят обучение, их обучают, их обучают всему обстоятельствам, их обучают этим тяготам, и тогда они идут туда, куда их посылают. Братья и сестры, иногда Бог в нашей жизни посылает всякие тесты, испытания в нашу жизнь, чтобы проверить, способны ли мы побеждать или нет? Можем ли мы идти на брань, на войну, чтобы побеждать? Иногда Бог посылает нам в жизни какие-то обстоятельства, чтобы проверить, можем ли мы победить в этих обстоятельствах, победить зло добром, победить в нашей жизни. Очень важно научиться нам побеждать, и именно побеждать зло добром. И очень важно, братья и сестры, чтобы мы действительно поняли, что если мы не научимся побеждать, то то место, о котором я читал Откровение Иоанна, 21 глава, это место, которое приготовил Иисус Христос для каждого из нас, оно принадлежит побеждающим. Оно приготовлено для тех, которые могут побеждать. Знаете, я встречал очень много в жизни, когда даже в отношениях между братьями, между церквями происходят какие-то ссоры, одни стараются что-то другим доказать, и думают, что они победят, они победят, они это сделают, они за истину, один брат говорил, да я за истину, да я готов все сделать, да я за истину, я сражался с епископами, братья и сестры, это не та победа, которую Бог хочет от нас, это не та победа, это есть что-то другое, что Бог не ценит, победа, которую мы побеждаем, это победа над злом, победа над добром. И я хочу напомнить это место, где уже Руслан немножко напоминал в Откровении, когда Иисус Христос давал Иоанну семи церквям, и там написано в этих первых двух главах семь раз упоминается именно о том, Он давал наставление, говорил тот, что неправильно в их жизни, что нужно поправить, что нужно делать, что хорошо, кого поощрял, кого может быть говорил, что нужно поправить, и здесь семь раз Он говорит, что побеждающему дам кушать от дерева жизни, которое посреди рая, побеждающему, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти, вторая смерть, это для тех, которые получили поражение. И дальше говорит, побеждающему дам кушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, который получает, это побеждающий. И дальше кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. Опять побеждающий, побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, исповедую имя его, перед отцом моим и перед ангелами моими, побеждающего сделаю столпом в краме Бога моего, и не выйдет вон, побеждающий, побеждающему даст сесть со мною на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его. Слава Богу, братья и сестры, я думаю, что каждый из вас очень много знает примеров именно тех людей, которые побеждали в этой жизни, которые побеждали, которые оставались победителями. Одна пожилая сестра, говорит, вы знаете, ее спрашивают, как ты вот вживаешься в своей семье, вот живете вместе с зятем и свекровью и с невесткой, говорит, а я уже, что надо, то я уже то не дослышу, что, говорит, надо, я не довижу того, и как-то мирно живем. Это то, когда люди ищут мира, когда они стараются, говорит, иногда я что-то услышу, но я как бы не услышала, как бы ни увидела, и говорит, и мы живем мирно. Это те, которые стараются побеждать, которые стараются побеждать зло добром. И дал бы Бог, чтобы в жизни нашей мы могли побеждать. И Иисус Христос говорит, как я победил, вражение читал, и я уже напоминал об этом, он был творцом всего, но для того, чтобы победить, для того, чтобы совершить эту победу для меня и для тебя, он должен был смириться. Он должен быть принять эту смерть позорную, для того, чтобы победить. И поэтому давайте будем нуждаться перед Богом, чтобы действительно научиться нам побеждать во всех обстоятельствах, какие бы ни встречались в нашей жизни, чтобы нам оказаться побеждающими. Знаете, иногда люди молодые встречаются такое, что они побеждают, побеждают, вроде бы думают, они победили, знаете, взяли вверх, победили своими словами и чем, а бывает даже в Найн Ван Ван звонят, да, и думают, что победили, но, знаете, это Найн Ван Ван еще никому в жизни, никому не помогло, в жизни, никому, оно разрушает до основания, это есть поражение, это есть поражение, да поможет Бог нам, чтобы нам действительно научиться быть победителями, научиться быть победителями, и еще читая это место, давайте его запомним, не будь побежден злом, но побеждай зло добром, давайте мы склонимся перед Богом, будем молиться, будем просить, и нуждаться перед Богом, чтобы Он дал нам силы быть победителями, чтобы в нашей жизни, в которой приходят всякие обстоятельства, нам побеждать, да благословит Бог, склоняемся, и будем молиться Богу, благодарить Его.